Последствия аварии устраняются. Минувшей ночью в результате порыва трубы на магистральном водопроводе холодной воды произошло подтопление придворовых территорий частного сектора. Без холодного водоснабжения осталось три пятиэтажных жилых дома и 17 частных домов. Подробнее Диас Наспаев. Порыв случился поздней ночью. Мария Дубеневич со слезами на глазах рассказывает о подтоплении ее дома. Вышла, говорит, рано утром в коридоры и не поверила своим глазам. Пол в доме обледенел и превратился в сплошной каток. В восемь часов позвонил сын и говорит, мама, у тебя там воды нету в доме? Я думаю, может, дождь пошел, а у нас труба газа в нее течет. Я говорю, у меня там чашка стоит. Какой тебе чашка? Ты открой двери в коридор. Ты можешь открыть их? Ну, я их открыла, но зашуршала. Я вот сколько льда уже вырубила. Я выйти не могу. Я боюсь, я здесь вот ходила кое-как, он этим ножом рубила, да в ведро ссыпало лед. Стоит отметить, что коммунальные службы отреагировали оперативно. На место сразу же прибыли специалисты ГКП Костанайсук, ТЭКО департамента по чрезвычайным ситуациям. Воду откачали в короткие сроки. Так, к пяти часам утра было откачано 40 кубических метров воды. Очень страшно. Здесь не вода, а все плавает. Вот этот палац, все оттуда, все плыло. Аким Костанай встретился с жителями пострадавших от затопления домов. Градоначальник побывал во всех домах, пообщался с людьми. Марат Жундубаев поручил быстрее завершить аварийные работы, составить акты, посчитать убытки. В результате аварии подтоплено шесть домов по улице Летянова и один дом по улице Шайхметова. Значит, утром бригада работала всю ночь. Один дом у нас по Летянова 183-4 люди нуждаются во временном жилье. Остальные от временного жилья отказались. Значит, будет проведена соответствующая оценка. И в правовом поле будут проведены уже выплаты по возмещению ущерба. В результате коммунальной аварии без холодного водоснабжения осталось три пятиэтажных жилых дома и 17 частных домов. Всего 207 абонентов. Причины выясняются, восстановительные работы продолжаются.